Совет молодёжи при Совете депутатов Краснокамского района существует не первый год. В общественную организацию входят юноши и девушки, которые находят время для общественной деятельности после учёбы и работы. Пятый состав активистов заявил о себе не только на уровне района, но и в регионе. Через два года пришло время обновить состав. Это ребята, которые изъявили желание проявить себя, самоутвердиться и самое главное сделать максимально много для молодёжи Краснокамского района. Они представляют практически все сферы деятельности. Там есть и школьники, и руководители учреждений, работники образования, культуры. Поэтому их работа, я думаю, будет такой же целенаправленной и содержательной, как и предыдущего созыва, который занял второе место в конкурсе республиканском среди данных молодёжных советов и тем самым подчеркнул тот уровень компетентности, который есть у молодёжи нашего района. Я думаю, что и главы сельских поселений, и совет муниципального района, и администрация постараются оказать максимальное содействие, чтобы эти проекты были реализованы. Один из них – это за честь республики, который уже развернулся во всех городах и районах. Активно примут участие и наши члены молодёжного совета, которые будут выявлять людей, которые много сделали для нашего района, которые будут участвовать в рейтинговом голосовании и в дальнейшем будут представлять наш муниципалитет на республиканском уровне. Первое организационное собрание – это знакомство представителей и выборы лидера. Голосование было открытое, каждый мог предложить кандидатуру. Общим решением совета активисты решили не менять председателя и вновь возложить эти обязанности на Алсу Халилову, педагога-организатора Центра детского творчества «Созвездие». На заседании избрали рабочие органы, заместители председателя и закрепили за каждым представителем молодёжного парламента района сельское поселение. Мне очень-очень приятно, что на второй созыв также меня оставили. Это, получается, они мне доверяют. В свою очередь я, конечно же, готова работать, я готова слушать молодёжь, услышать их и, конечно же, протянуть им руки помощи и помочь в тех вопросах, которые они не могут. Поэтому я открыта к диалогу. Шестой созыв молодёжного совета начал свою деятельность. У нас уже есть новые представители. Очень отрадны, что с предыдущего молодёжного совета многие тоже остались, изъявили желание продолжить свою деятельность. Это очень похвально. Считаю, они уже люди опытные. Мы с представителями молодёжного совета уже поговорили о плане и о его реализации. У нас уже есть одна акция, которую мы проведём на молодёжном Сабантуе, и одно мероприятие, об этом подробнее мы расскажем, которое мы поставили приблизительно, но конец июля. В администрации района считают, что совет призван доносить до органов местного самоуправления проблемы краснокамской молодёжи, предлагать пути их решения и отстаивать взгляды юного поколения. Тем более, что у нынешней молодёжи есть возможность заявить о себе не только в районе, но и попасть в кадровый резерв региона. Надеюсь, что новый состав тоже будет работать ещё лучше. Ждём от вас новых инициатив в наше будущее. Временно исполняющий обязанности главы республики Абир Алифаритович проводит различные конкурсы. В частности, новый конкурс объявляется на создание резервов кадров. Поэтому надеемся, что и наши представители среди участников этого конкурса будут именно молодёжь. Желаю вам успехов, активности от вас. Молодёжь, которая вошла в состав совета, готова взаимодействовать с властью. Тем более, что руководство муниципалитета активно идёт на контакт. Так, 27 июня в селе Куянова пройдёт районный молодёжный Сабантуй. Для гостей мероприятия организаторы подготовили обширную спортивную, культурную и досуговую программу. Начало в 16.00.